В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественные проводы миротворческого контингента вооруженных сил Казахстана в миссию силы ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах. В торжественных проводах приняли участие министр обороны, депутаты парламента, сослуживцы, родные военнослужащих, представители органов исполнительной власти, ветеранских организаций, общественности и юные жасарбазовцы. Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что расширение географии и диверсификации участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН осуществляется по указанию президента, и это показатель признания ООН и международным сообществом зрелости государства и способности наших вооруженных сил к выполнению самых ответственных задач по сохранению мира и безопасности. Альпийские роты десанто-штурмовых войск завершили свой первый полевой выход. Напомним, что горные подразделения созданы в десантных войсках несколько месяцев назад. В ходе полевого выхода на учебный полигон «Коктал» опытные инструкторы обучали личный состав выполнению тактических приемов и способам боевых действий в сложных условиях горной местности. За 10 дней сборов военнослужащих горных рот обучали технике преодоления скального рельефа, движениям по уступам, террасам, карнизам и скальным плитам, а также ориентированию на местности, движению по азимуту в горах и организации переправы через горную реку. Успешно сдавшим зачеты по дисциплинам курса военнослужащим присвоен базовый разряд по альпинизму и горной подготовке. Военнослужащие вооруженных сил Казахстана отличились в состязаниях «Лучший воин-2024», прошедших с 3 по 8 марта в городах Феникс и Флоренс штата Аризона Соединенных Штатов Америки. Сержант Муяхи Дин Смагул и сержант 2-го класса Орнбек Сандебеков – единственный иностранец среди 40 участников, принявших участие в соревнованиях. В ходе состязаний с военнослужащими специальных подразделений Национальной Гвардии Вооруженных сил и других силовых структур США казахстанские десантники показали лучшие результаты на всех этапах, связанных с боевой подготовкой. На учебном полигоне Уоймаша танковые подразделения морской пехоты завершили один из этапов слаживания подразделений проведением боевых стрель-взводов. Военнослужащие совершили марш на танках Т-72 в район практических действий, где были отработаны вопросы преодоления различных препятствий, включая минно-взрывные заграждения и зараженные участки местности. Морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень обученности при отработке учебно-боевых задач. Следующим этапом боевой учебы танковых подразделений морской пехоты станут ротные тактические учения. В преддверии Наорус-Мирама военнослужащие военно-морских сил отметили курс УКН Амал-Мирикесе. Военнослужащие войсковой части 29011 посетили дом престарелых города Ахтау. Моряки угостили постояльцев национальными блюдами и напитками, создав атмосферу тепла и радости. Инициаторы акции убрали территорию учреждения. Пожилые люди поблагодарили моряков за заботу и радость общения. Также в воинских частях вооруженных сил состоялись мероприятия, посвященные Дню Милосердия. Военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы посетили социальный дом Камкор. Танкисты гвардейского гарнизона посетили Центр предоставления специальных социальных услуг Жамбулской области, где поздравили пожилых людей и вручили им цветы и подарки. Бойцы мотострелковой школы учебного центра сухопутных войск гвардейского гарнизона навестили ветерана вооруженных сил Бибисару Салтанкулову. А служба организации работы с членами семей военнослужащих Талдыкурганского гарнизона посетила Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах Айналайен. Защитники родины Атраусского гарнизона побывали в реабилитационном центре для особых детей. Военнослужащие подарили детям не только хорошее настроение, но и фрукты, сладости и игрушки. В Астане в Государственном военно-историческом музее вооруженных сил Казахстана открылась фотовыставка, посвященная 109-летию победы при Чанаккале, где состоялась презентация фотографий, представляющих копии работ, хранящихся в архиве вооруженных сил Турции. Мероприятие состоялось при поддержке посольства Турции в Казахстане и Турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре. В нем приняли участие представители Министерства обороны Республики Казахстан, посол Турции в Казахстане, депутаты мажориса парламента, историки, политологи и журналисты. В экспозиции около 40 исторических фотографий ознакомиться с работами можно в Государственном военно-историческом музее. Боксеры Центрального спортивного клуба Министерства обороны получили лицензию на Олимпийские игры в турниры по боксу в итальянском городе Бусто Арциссио. В весовой категории до 57 килограммов служащий вооруженных сил Республики Казахстан Махмуд Сабархан встретился с таджикским боксером Асрором Вахидовым и одержал победу со счетом 4-1. Успех в четвертинальном бою в весовой категории до 51 килограмма сопутствовал и младшему сержанту Сакену Бибосынову. Ему проиграл британец Кьярон Макдональд со счетом 4-0. В городе Талтыкурган в спортивном комплексе Жастар завершился отборочный чемпионат десантно-штурмовых войск по Казах-Кресе. В двухдневном турнире десант Барса приняли участие 16 борцов из Алма-Атинского, Кунаевского и Житусусского гарнизонов. Победители в составе сборной команды вооруженных сил сразятся с сильнейшими палуанами на чемпионате Аскер-Барса в конце марта.